Трагический случай в Петербурге. Следователи выясняют обстоятельства смерти 81-летней женщины. Она выстояла в годы блокады, но не выдержала обвинения в воровстве и скандала, который устроили сотрудники магазина и охранного предприятия. Пенсионерку довели до приступа, и врачи уже были бессильны. Подробности в репортаже Риммы Берулава. На съемках камер видеонаблюдения видно, как 81-летняя Роуза Галимова, набрав необходимые продукты в тележку, направляется к кассе. Расплачивается и уже собирается выходить, как ее останавливает сотрудница магазина. Кажется, что девушки специально следили за ней. Под сумкой у пожилой женщины обнаруживаются три пачки сливочного масла. Бабушка достает кошелек, предлагает оплатить покупку, но кассир отказывается, обвиняя ее в краже и вызывает охрану. Очевидцы говорят, что даже не успели понять, что случилось. Одна из бывших сотрудниц универсама, которую мы встретили у дверей, встала на защиту Роузы Галимовой. Я знаю ее как покупателя, и мы ее догоняли с кошелек добывала. Иногда она покупала продукты, и второй раз приходила, и эти же продукты покупаются. Человек обеспеченный. В Министерстве внутренних дел обратили внимание на то, что пожилая женщина провела долгое время в служебном помещении охраны универсама, ожидая полицейских. Наряд приехал, но представители закона не собирались увозить ее в участок, а предложили разобраться в ситуации на месте. Однако администрация магазина настояла на задержании женщины. Из видеозаписи, полученной с камер наблюдения, четко видно, что обстановка во время разбирательства персонала магазина женщины была крайне накалена до момента прибытия полицейских. В сложившейся ситуации вины в действиях сотрудников полиции не содержится. В полицейском участке бабушке стало плохо. Скорую вызвали сразу же, но врачи не смогли помочь. По предварительной версии, Роуза Галимова умерла от остановки сердца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены выяснить ряд вопросов, в том числе была ли необходимость вызови полицейских в магазин. Возможно, женщина в силу своего престарелого возраста просто забыла оплатить указанные покупки. В ходе следствия будет дана оценка действий всех лиц, которые причастны к указанной трагедии. К делу подключилась прокуратура. После проверки сотрудники ведомства не нашли достаточных оснований для обвинения Роузы Галимовой в краже. Версию, что пожилая женщина просто забыла заплатить за товар, косвенно подтверждает тот факт, что масло не было спрятано ни в сумке, ни в кармане. Пачки лежали в продуктовой тележке. Выяснилось, что скончавшаяся пенсионерка была блокадницей. Всю войну прожила в Кронштадте. В обществе блокадников возмущены подобным отношением к людям пожилого возраста. У нее 25 тысяч пенсия. Зачем ей воровать? Зачем? Это просто... Не знаю, какие преследовали цели директор магазина довести блокадницу до смерти. Из-за трех пачек масла. Заведующий магазином, как и его сотрудники, от каких-либо комментариев отказываются. Якобы инцидент произошел не в их смену. Нам удалось попасть внутрь всего на несколько минут, после чего охранник выпроводил журналистов за дверь. Выйдите, пожалуйста, из магазина. Пишите комментарии в Краснодаре. Я еще раз повторяю, нам вызвать полицию, чтобы вас вывели отсюда. Случай в Кронштадте начали активно обсуждать пользователи интернета. Много комментариев оставляют на страничке директора продуктовой сети. В переписке он дает оценку действиям своих сотрудников, считая, что обращение в полицию было лишним. Кто виноват в гибели блокадницы, выяснят сотрудники правоохранительных органов. После этого инцидента прокуратура намерена проверить деятельность всех частных охранных предприятий. Вечером к дверям универсама местные жители принесли пачки сливочного масла, не понимая, как 300 рублей могли стоить человеку жизни. Римма Берлава, Наталья Люблинская, Владислав Пасечко, Георгий Ильин, Первый канал, Кронштадт.